Собаки лают дома по нескольким основным причинам, недостаток общения и новой информации. Если собака остается одна дома без хозяев, она может начать лаять от скуки и одиночества. Это способ привлечь внимание и получить новые впечатления. Неуравновешенность характера и излишняя эмоциональность. Некоторые собаки более тревожны и склонны к частому лаю, особенно при появлении незнакомых звуков или людей. Это связано с недостатком уверенности в себе и страхом. Попытка предупредить хозяина о вторжении. Собаки используют лай как средство коммуникации с человеком, чтобы сообщить о появлении незнакомцев или посторонних звуках. Это инстинктивное поведение, особенно характерное для пород, близких к диким предкам. Существует несколько эффективных способов отучить собаку лаять дома. Увеличьте физические и умственные нагрузки для собаки. Регулярные длительные прогулки, активные игры, такие как аппорт или фризби, помогут вымотать питомца перед сном и снизить вероятность лая. Используйте эффект неожиданности. Как только собака начинает лаять, подойдите к ней, скажите тихо и отведите в другое место. Повторяйте это регулярно, чтобы закрепить новое поведение. Научите собаку команде место и поощряйте ее за спокойное поведение при открывании двери. Это поможет переключить внимание питомца с лая на другие действия. Для собак, склонных к лаю из-за скуки или одиночества, подойдут интерактивные игрушки для лакомств, которые отвлекут их от нежелательного поведения. Важно проявлять терпение и регулярно тренировать собаку, чтобы отучить ее от привычки лаять дома. Существует несколько основных причин, по которым собаки лают дома. Скука и недостаток физических и умственных нагрузок. Если собака не получает достаточно активных игр, прогулок и тренировок, она может лаять от избытка энергии. Одиночество и недостаток внимания хозяев. Собаки, социальные животные, и длительное пребывание в одиночестве может вызывать у них стресс и лай. Попытка привлечь внимание. Иногда собаки используют лай как способ выразить протест или попросить о чем-то, например, выйти на прогулку или поиграть. Охрана территории. Лай может быть реакцией на незнакомые звуки или людей, приближающихся к дому. Это инстинктивное поведение, помогающее собаке защищать свою территорию. Болезнь. Иногда чрезмерный лай может быть симптомом заболевания. Если собака начала лаять больше обычного, стоит показать ее ветеринару. Чтобы отучить собаку от нежелательного лая, важно выявить и устранить его причину, а также регулярно тренировать питомца и уделять ему достаточно внимания. Оставляйте собаку с доверенными людьми или другими хвостатыми на короткое время. Это может помочь ей постепенно привыкать к отсутствию хозяина. Увлекайте питомца интересными игрушками и лакомствами перед уходом. Интерактивные игрушки для лакомств отвлекут собаку от тревоги и помогут ей спокойно провести время в одиночестве. Создайте для собаки комфортное и безопасное пространство, где она сможет отдыхать. Оставляйте включенным радио или телевизор, чтобы в доме не было полной тишины. Не потакайте собаке, но и не игнорируйте ее. Уделяйте питомцу внимание регулярно, но сами регулируйте продолжительность общения. Это поможет ей чувствовать себя в безопасности и не испытывать чрезмерной привязанности. Важно проявлять терпение и постепенно приучать собаку оставаться одной, чтобы она научилась спокойно переносить отсутствие хозяина. Постепенное приучение к одиночеству. Рекомендуется начинать с коротких отлучек из дома, постепенно увеличивая время, чтобы собака привыкла оставаться одна. Это поможет снизить тревогу и стресс от одиночества. Использование успокаивающих средств. Некоторые владельцы применяют ошейники с феромонами или другие успокаивающие средства, чтобы помочь собаке справиться с тревогой во время одиночества. Создание комфортной обстановки. Важно обеспечить собаке безопасное и уютное пространство, где она сможет отдыхать, а также оставлять включенными радио или телевизор, чтобы в доме не было полной тишины. Увеличение физических и умственных нагрузок. Длительные прогулки, активные игры перед уходом помогают вымотать собаку и снизить вероятность тревоги из-за одиночества. Оставление собаки с другими животными или людьми. Временное пребывание собаки с доверенными людьми или другими питомцами может помочь ей постепенно привыкать к отсутствию хозяина. Важно проявлять терпение и последовательно применять эти методы, чтобы помочь собаке адаптироваться к одиночеству и снизить связанные с ним стрессовые реакции. Субтитры создавал DimaTorzok